Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в кукинг-симулятор. Я уже начал просто, а потом оказалось, что день заканчивается, и тыры-пыры-восемь дыры. Свинина на кости, говорит, будет блюдом дня, поэтому давай-ка мы с тобой положим вот этот тазик, который я прикупил для продуктов вот сюда. Положим тазик этот вот сюда. Ну-ка, что такое? Ой, чтоб тебя, ну. Давай поставим его в холодильник тогда. Егор Жун написал, что можно складывать всё в ящики. Вот оно где лежит, а зачем оно здесь лежит, если... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, если оно лежит и там. Неплохо. Ладно, пусть вот здесь вот в углу лежит. Мне он не нужен, этот тазик с уткой, поэтому пусть лежит там. Я взял доску, чтобы порезать лимончик. Лимончик хочу порезать, чтобы он у меня был порезанный. И положу его куда-нибудь в угол тоже, чтобы не мешался, но чтобы можно было его в любой момент взять и использовать. Ты что, доходи ты, пожалуйста. Что-то с ним сегодня не очень правильное происходит, и он отказывается ходить ровно. Дольки нужно... А, ну да, тут на четверти же делится, правильно? Правильно. Смотри, как красиво. Красиво и ровно. Двадцать три, девятнадцать, семнадцать, двадцать один. Ну, а в целом пойдет. Положу это вот куда-нибудь вот сюда. Сюда положу. Или вообще на тарелочку хорошую, да? Надо положить на тарелку сразу, чтобы... Чтобы, если что, прям подавать... Подавать вместе с этим лимоном. То есть сюда уже оставшуюся продукцию какую-то наложить, и готово. Свинина на кости. Свинина на кости это сложное... Сложное блюдо, которое мне не под силу... Которое мне не под силу. Хотя, что я говорю? Что я тебе говорю? У меня все под силу. Нужно взять свинину на кости, посолить ее, поперчить по четыре грамма, положить туда сушеного тимьяна шесть грамм. И на сковородку. Четыре-четыре, тимьяна шесть. Пойдем. Четыре-четыре, тимьяна шесть. Свинина где есть? Свинина вот она. Беру. Чего там такое? Три и девять. Свинина, свинина, тимьяна шесть. Свинина, свинина, тимьяна шесть. Как мне написал один человек, что вот, мол, в одно и то же место... Самое главное... Что мы насыпали этих приправ. А там оно как расположится, так и расположится. Тимьяна шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. И соли, соли, соли. А где соль-то? Вот она соль. Соли четыре тоже. Хорошо. Это дело нужно положить на сковородку. На сковородке должно быть 30 миллилитров подсолнечного масла растительного, да? Ведь так? По-моему, да. 30 миллилитров обжарить по 90 секунд с каждой стороны. Картошки нужно посолить. Две картошки порезать на куски по 50 грамм. Это вручную надо делать. И поставить в духовку на 80 секунд. Это сложно. Хотя нет, что сложно. Это все делается просто. То есть картошку порезать на пять частей вообще несложно. Да? Ну да, же ведь мы с тобой профессионалы. Тут как нарисовано? Тут она ли... Да нет, так я не порежу никогда в жизни. А вот, например, свинину на кости. Сейчас мы пожарим. По 90 секунд на каждой стороне. 30 миллилитров масла. Подсолнечное. Да, подсолнечное же. А хрен его знает. 30. 30 помню. Хорошо. 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 Беру свининку. Ставлю сюда. И беру таймер. 90 секунд, говорит мне игра. 90 это вот так. И погнали. По поводу картошки. Так. Еще две минуты целых. Хотя можно, наверное, уже пропустить. Зачем я сделал это не знаю, но... Видать, так жизнь моя захотела. А, кстати, она первым блюдом идет. Это ж хорошо. 150. По 50. А, на три части всего-навсего. Ну-ка. Раз. Два. Красота же? 30, 60, 50. Вообще поровну. Ладненько. Давай тогда сделаем другим способом. Хотя каким другим? Таким и сделаем. Не-не-не-не-не-не-не. Это сейчас тоже все вместе порежется. Нельзя. По 50... Ой. По сколько там? Посолить надо было. Три грамма сюда. Три грамма на... Вот эту картофелину. Это значит... Раз. Два. Три, говорю же. Ну. И сюда сразу три тоже. Хорошо. На крупные куски по 50 грамм. 50 грамм это... Это дело в то это прям вот взять вот так вот и разрезать. Хорошо. Еще лучше. Лучше нет? 47, 55, 48. Так. Ну-ка, заканчивай. Жариться. Жариться нужно заканчивать. Нужно взять вот эту лопаточку. Перевернуть. Ну что такое-то? Перевернуть, говорю. А, вот так же. Я на игру ругаюсь. Она просто по-другому немножечко работает. И запускаем снова. Беру, 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 беру. Оп, оп. Все. Пошло, поехало. Так. Здесь мне нужно взять противень. Который лежит у меня. Вон в этой вот... Да почему он закрывает-то? Я же ведь не закрываю, а открываю. Беру картошку. Беру эту. Беру эту картошку. И... Ставлю на 80 секунд в духовку. 80 секунд это прям вот... Вот это и плюс 20. Вот это посчитал. Вот это большой ты молодец. Так. Хорошо. Хорошо. Это что у нас? Это утиная грудка, которая была горячей когда-то. А теперь она просто-напросто лежит такая никому не нужная в углу. На. Хорошо. Хорошо. Куда уж лучше-то? Мне, кстати, так и никто не написал, как играть в этот дартс. Я поэтому в него до сих пор и не поиграл. Хотя очень хочется. Ну сколько можно жариться? Мне кажется, она уже сгорела давным-давно. Нет, смотри, как долго она готовится. Ужас. Вот так вот и живем, да. Вот тут за одну секунду выключаю вот так. Беру будильник и ставлю вот так, чтобы наверняка пропеклось, потому что, ну, потому что... А вдруг что? Украшать это все дело никак не нужно. Нет, никак не нужно это украшать, поэтому беру большую тарелку. Беру свинину на... Беру, говорю, свинину на кости. Вот так делаю и выключу. Опа. Слушай, она до сих пор не прожарилась. По-моему, какая-то картошка решила не прожариваться и остаться прежней цветовой этой. Короче, прежнего цвета. Смотри, вот видишь, правая картошка, она не дожарилась. Ну и какая разница? Мне какая разница? Самое главное, чтобы клиенту понравилось. Здесь я все равно доделать ничего не буду, поэтому пусть будет как будет. Да, пять звезд, пять звезд по скорости, пять звезд по вкусу. Это самое оно. Жалобы гостей. Вообще все идеально, говорит мне гость. Клиент достался доволен. Че дальше? Че дальше по заказам? Поспешите с этим заказом. Наш гость не может ждать. Тыквенный суп на скорую руку. Хочу вспомнить, где этот тыквенный суп находится. Скорее всего, вот этот. Ну, пусть будет этот. Я не могу знать, он это или не он. Возможно, он. Ну, рыжий, значит, он. Блин, блядь. Еще я буду думать. Вода. Вода, кстати, вода. Нужно вылить воду. Она, я так понимаю, не нужна. Правильно же? Ну, скорее всего, не нужна, потому что она... Ну, где она еще мне нужна будет? Пюрешечку вот эту вылить. Хорошо. Посмотреть на суп. Суп еще не готов. Взять большую глубокую тарелку. Ну, что ты подвисаешь-то? Ну, прям просадки аж до 30 фпс бывают. Хотя, в принципе, ничего кроме... Кроме этой игры ничего не запущено. Даже рендер никакой не идет. То есть... Чего вдруг такая просадка может быть? Нормально? Нет, все? Ну, грейся давай скорее уже. Она должна быть красная, как я понял. Вокруг вот этот вот ободок. Стать красным должен. Ой, зачем я так сделал? Вот так надо. Да, вот до этого момента. Жарить, варить. Греть. Взять. Так. По-моему, тыквенный суп тоже ничем не украшается. Поэтому никаких-то проблем здесь быть не должно. Ведь верно? Верно. В глубокое подавайте горячим. Сметану мы уже добавили. Значит, все хорошо. Клиент ждать не может. Так что... На, вот тебе на скорую руку тыквенный суп. Возможно тыквенный. А возможно он вообще томатный. О, быстрый тыквенный суп. Достижение получил. У меня же слава 201 из 150. То бишь, если ко мне сейчас придет критик, он мне даст звездочку. Правильно же? Ого, вы все-таки не испортили блюдо? В смысле не испортили? Все-таки. Все-таки я постарался вообще-то. Ой. 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 Литр воды, соли и фузеллини. Ладно, пойдем. Литр воды, соли и фузеллини. Литр воды. Главное, чтобы он был один, этот заказ. То есть я не хочу, чтобы ему мешал еще какой-то. Так, литр воды. Соли. Вот это дело надо передвинуть вот на ту комфорочку. Соли 5 граммов и фузеллини 160. У меня здесь есть фузеллини? Нет? Почему-то не пишется граммаж. Не пишется их вес. Так, а где соль? Соль-то где? Соль. Соль. А, вот она. 5 грамм? 5 грамм. 5 грамм соли. Договорились. Раз, два, три, четыре, пять. Еду тебя искать. Беру фузеллини. 160, да? 160 грамм это... Кстати, насыпается достаточно быстро. 40, 50, 60, 70. Что, все что ли? Серьезно? 140. А мне надо 160. Это же как так-то? Фузеллини. Это в продукты. Нет, это в продукты. И здесь уже фузеллини. А, фузили, елки-пак. Фузили, а фузеллини. А почему там фузеллини написано? А тут тоже фузили написано. Я фузеллини называю. Ну и ладно. Нормально, нет? Нет, одна штучка это 10 грамм. Ой, блин. Насыпал чуть больше, да? Да ну чуть больше, ну и ладно. Больше и не меньше, опять же. Варить 45 секунд. Переместить в блюдо для запек... Для запеканки. Хорошо. 45 секунд. Это... Это... Это много? 50, пусть будет 50. Вот сейчас включаю. Что такое? А, компухтер улетает. Это нормально. Переместить в блюдо для запеканки и сохранить воду. Порежьте. То есть мне все фузели надо пересыпать просто в блюдо для запеканки. Ведь так? Сохраните воду, порежьте ингредиент чеснок на половинке по 5 грамм. Добавьте на сковородку вот это все. Добавьте на ту же сковородку вот это. Жарьте и переместите все в то же блюдо для запеканки. Я понял, как это работает. Блюдо для запеканки. Вот блюдо для запеканки. Так. Сюда надо макарохи положить. Которые, кстати, не доварились. За эти 45 секунд. Да? 45 же прошло? Да, 45 по-любому прошло. Иначе быть не может. Беру все макарохи. Пусть лежат здесь. Кладу их сюда. Беру, значит, оливковое масло. 40 грамм чеснок. И что-то жарю. А, чеснок жарю. На оливковом масле. А где оливковое масло? А вот оно, оливковое масло. 40 лет нужно налить. Так, хорошо. Беру чеснок. Сколько там его надо... Сколько его там надо взять там? Чесноката. Чесноката надо взять... Чесноката надо взять... Просто чеснок. Я понял. А, 40 грамм. Чего? А, 10 шт... Ой, 4 штучки надо взять. И порезать наполовинки. Договорились. Вопросов нет. 4 чесночка беру. И режу пополам. Что ж фризит так? Я не пойму. 60 фпс, а фризит как будто 20. Хотя, может, ты этого не видишь, но я-то это вижу. Я-то это вижу. Беру, значит, чеснок. И режу его пополам. Вот так. Хренак. Как будто бы так и надо было. Беру сковородку. Главное не пролить. А то я могу. Беру чесночок. Немножечко его разбрылеваю. Раз-два, 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 раз-два. Все в порядке. Угу. И жарю это все дело сколько-то 15 секунд. Беру эту ерундовину и завожу будильник на 10. Сюда же добавить 5 грамм хлопьев чили, воды 50 миллилитров и фузильи. И жарить еще 15 секунд. Хорошо. Наверное, для этого их и доваривать и не нужно было. Так, 5 грамм хлопьев чили, да? Хлопьев чили. 5 грамм. 5 грамм. 5 грамм. 5 грамм. Делов-то. Это гораздо проще, чем кажется. Что надо было? Воды. Воды надо было добавить из-под вот этих макарошек. Да? Да что ты будешь делать? Ведь так? Да, вода, резерв. И фузиль. В фузилине. Беру сковороду. Сковороду беру. Беру все макарохи. И ставлю их на 10 секунд. Вот сейчас. И украшаю свежей петрушкой. Там 5 штук, наверное, да, получается? Да, 5 штук аж целых. Хорошо. В принципе, должно быть вкусно. А, нет, подожди. Это же все надо выливать, да, сюда? Переместите все в то же блюдо для... Все в то же блюдо для запеканки. Подавайте горячим. Хорошо, договорились. Все так все. Вопросов-то нет. Так, вылил. А теперь давай-ка мы сделаем вот так. Чтобы не пролить ничего, не просыпать, мимо не наложить, сделаем именно так. И 5 штучек петрушки. 3, 4, 5. Вот это выглядит уже куда ни шло. Но все равно далеко от идеала, которое изображено на картинке. Больше похоже на суп, а не на макароны. Вот здесь вот, например, похоже на сухое какое-то блюдо. А там просто вода. Достижение еще, кстати, дали. Паста, ошибка при нагревании. Но в этом дело не особо кроется. Как бы 5 звезд нашу. И это хорошо. Оплата от гостей с чаевых дали. Ого-го. Красота. Кресторанный ритик сделали. Сейчас заказ. Ой, да это... Ой, делов-то, елки-палки. Ой. Так, вот это ресторанный критик. Свинина на кости. Свинину на кости беру. Там что-то 4, 4, 6, да, по-моему. Соли 4, если я не ошибаюсь. Перцы 4. И тимьяна 6. Тимьяна 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Главное не торопиться. Самое главное это не спешить. Правильно я говорю? Правильно я говорю. Так, это перец же? Перец же, подожди. Главное не спешить. Черный перец, да, 4 грамма. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Беру, значит, эту свинину. И по 90 секунд жарю на каждой стороне, на подсолнечном масле. Угу. Вот здесь. 40 же, да? 40? 30 миллилитров. Чего ж ты говоришь такое? Ну, вот и за... Вот и зачем ты мне сейчас это написал? Дурило. Отвлекает только. Ну, серьезно. Кто ж так делает? 90 секунд. Это у нас сколько? Это вот тут? Нет, это... Это и не здесь. Это вот должно быть где-то здесь. Ага. Вот так, отлично. Пусть горит. Так, а сколько там секунд? Сколько там... А, ну там это быстро делается. Тем более, за 6 минут это 100% готово будет. Подсолнечное масло. Обжарьте 90 секунд. Печеный картофель. Возьми две картошки. Приправь ее 6 граммами соли. И порежь на крупные куски. Это на три части. Все хорошо. Сейчас сделаю. Это не так сложно делается. Вот здесь вот ближе к жопке надо резать. Вот это почти пополам. И должно быть где-то по 50. 54, 57 и 39. Ну, я же говорю, почти по 50. Я, блин, не посолил. Опять я ее не посолил. Да что ж такое-то? Три грамма соли надо посыпать. Ой-ой-ой-ой, не туда. Раз. Два. Три же, говорю. Три, хорошо. На противень. Насыпал. Положил противень вот сюда. Беру, значит, еще одну картофелину. И, естественно, ее солю сразу же. Чтобы потом не мучиться с этими кусочками. Сколько там еще? А, 19 секунд это много. Раз, два, три. Хорошо. Так, так, так. Так. Вот так. Должно быть вообще идеально, мне кажется. 46. Блин, 61 и 43. Ну, ладно. Ну-ка. Не дури. Выключись. Перевертыш. Мясо. Поставься. Спасибо. Положись. Положись. Возьмись. Наберись. Заведись. Включись. Хорошо. Едем дальше. Беру я, значит, эту. Угу. Вот это беру. Сюда тоже. Насыпаю. Кладу. И ставлю это дело все на сколько секунд? На 80, да? На 80. 80 секунд пошло. Беру второе блюдо. Возьмите форель. 200 грамм. Форель. Черный перец. 5. Тимьян укроп. По пятерочке всего. Форель. Черный перец. Тимьян укроп. Черный перец. Тимьян укроп. Черный перец. Тимьян укроп. А где? Черный перец. Тимьян. Нет, это укроп. Но тоже хорошо. 5 грамм, говорю же, ну. И тимьян. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Уже меня радует это все дело. Это выключается все вместе. Сначала выключается сковородка, а потом выключается через 5 секунд плита-духовка. На противень нужно все это поместить, поставить духовку на 90 секунд, приправить сушеным хреном в итоге. И лимон у меня уже порезан. Украшение петрушкой. Делов-то. Делов-то, нужно, наверное, два противня купить. Или же нет? Да ну нафиг, не буду я ничего покупать еще. Пусть будет. Сейчас приготовлю я вот эту свинину на кости, я ее отдам. Нормально же, да? Самое оно. Ну вот опять одна картошка, вот она решила не пожариться. Ну почему? Я что с ней должен делать? Давай возьмем большую тарелку, все-таки это критик. Все-таки он будет критиковать. А если мы ему наложим на маленькую тарелку, он скажет, что вообще все плохо. Беру свинину и несу. Украшать-то ее не надо? Не, украшать ее не надо. Украшать, это не наш профиль. Пусть сам украшает, как хочет. Подайте блюдо. Свинина. Пойду, даже не буду смотреть. Отлично! Это может стать чем, чьим-нибудь любимым. Пять звездочек. Ну он сейчас скажет про картошку. Нет, не сказал ничего про картошку. Ля, как хорошо получилось. Я давно вас верю. Мы выдержали проверку. Отлично нашла вырастет с каждым днем. Мне сейчас упадет еще одна фигурка, да? Упадет фигурка-то? Упала фигурка. Отлично! Блять! Форель со спаржей. Не форель, а семга, скорее всего, да? Семга же. Не подал я еще вот эту ерундовину, которая ждет, 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 когда я возьму противень и положу на нее форель. Форель. Да, ну-ка. Ты серьезно сейчас это сделал? Ну молодец, что я могу сказать? На сколько там секунд надо было делать? На 90 секунд. Хорошо. Беру. А подожди, я не сюда положил-то. Я сюда не хочу. Я вот здесь вот жарю. Я все... Вообще просто игра хочет сломаться. Хочет сломаться только так. Беру, 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 беру. Завел, поставил и пошел, включил. Как раз у меня времени хватит именно на это. 5 грамм хрена и свежей петрушки. Это все на тарелку надо будет положить. Пойдем. Возьму тарелку. Нет. Обратно положись и возьми-ка обычную тарелку. Сколько петрушки? Петрушки 6 грамм. Петрушки 6 грамм это 3 штучки. Раз, два, три. Пойду за дольками римона схожу, чтобы уж наверняка. И сюда форельку надо просто будет кинуть. Приправленную хреном. 5 граммами хрена. Ну это делов-то, это быстро. Поторопитесь. Я потороп... Поторопляюсь. Я просто настолько быстро не могу все делать. Лосось со спаржей. Что с лососем надо делать? Возьми филе лосося. 210 грамм. А он 210 граммовый разве? Ничего себе. Вот это новости. Да, 210 грамм. Пойду. Положу его. Надо его поперчить и посолить походу, да? Вареная спаржа. Спаржа в воду, в соль и в спаржу. Ага. Ну это просто. Это просто. Это вообще самое простое, что можно сделать. Единственное, что там сложно в это время. Просто 100 секунд. Это аж почти 2 минуты. Поэтому когда будет 3 минуты, это по факту нужно уже явно готовить. Это не хулигань. Выключаю. Выключаю. Беру. Беру. Не беру. Не беру. На доску надо положить. На доску, на доску, на доску. На доску, доску вот сюда. 5 грамм хрена. Да куда ты мне еще? Это самое мое нелюбимое заказ. Это самое мое нелюбимое блюдо. Ты-то куда еще? Ты-то куда лезешь? Куда столько заказов? Я столько не хочу брать. У меня день уже заканчиваться должен. Это что было? Это было, было, было. А, это было вот. Что это у блюта? Да по вкусу это идеально должно быть. Просто я там немножечко накосячился. Наверное, пережарил. Форельку. Ну да, я пережарил форельку. Ничего страшного. Пусть ест. Три заказа, три заказа. Короче, лосось со спаржей. Лосось со спаржей должен делаться вот как. Беру воду. Вот из этой кастрюли. Точнее, в эту кастрюлю доливая воды. Литр. Литр воды. Туда 20 грамм соли. И спаржи килограмм. А че не два-то? Так. 20 грамм соли и спаржи 80 грамм. Хорошо, договорились. 20 грамм соли самое главное насыпать. А то я забуду. А где соль-то? Вот она соль. Беру соль. Беру соль, насыпаю в большую кастрюлю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Двадцаточку надо насыпать сюда. Готово дело. Беру и 80 грамм спаржи. Это самое главное и самое сложное. Где спаржи? Самое сложное это найти спаржи. Я понял. А серьезно-то где она? А в каком она этом? Лесу-то находит спаржи это. Не, ну ты издеваешься что ли? Мне купить что ли отдельно надо еще? Перед тем как... Ой, господи, спаржи, купить? Это сколько? Это 16 грамм. 80 это сколько? Подожди. 80 грамм это 16, это... 5. 5 это... 5 на 16. Да, 5 штучек. То есть она где-то должна была появиться. И где? А где она появится-то? Я проигрываю эту игру. А где спаржи-то? Спаржи-то, спаржи-то где? Вот она, ёп твою мать. 2, 3, 4, 5. Кто вообще ее ест? Спаржу эту, но она же невкусная. Ой, зажги. Зажги огонь и 100 секунд поставь. Так, 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 так. Пошло-поехало. Очень мало времени остается. Черный перец посолить, поперчить. Это было уже, нет? Черный перец посолить, поперчить. Давай-ка, соль и черный перец 5 грамм. Соль и черный перец. Так, легче вот это вот сюда перенести. Беру вот эту скумбрию, несу сюда. Соль и черный перец. Где соль? Соль где? Куда кто делал соль? Вот, соль и черный перец. Соль. 5 грамм. А? Что, она кончилась, что ли? Ёп твою мать, серьезно. Кто ж так делает-то? Соль, ну ты нехорошо поступила. Очень нехорошо поступила соль. Ой, как нехорошо. Беру вот это все дело и беру, значит, вот здесь вот ставлю лосось. Обжарите 60 секунд с каждой стороны, переложите на ту же тарелку, заправить лимонным соком. Хорошо. Подожди, а ее жарить надо? Да, жарите 60 секунд с каждой стороны, договорились. Так, здесь пюре. Пюре мне не нужно. Мне нужно выбросить пюре в мусорку и положить туда лосося. А, а что, без масла, что ли? Серьезно, без масла? Ошалеть. Забыл посколько. По 60 секунд. Блин, 60 секунд. Ладно, здесь увижу я, наверное. Поторопитесь, дай. По 60 секунд, да ты чего? С каждой стороны... О, не, это я просру по времени, конечно, да, это я молодец. Здесь вопросов нет, это я просрал, это даже думать нечего. Стейк с картофелем фри. Картофель фри, ладно, и стейк тоже, в принципе, не так сложно. Самое сложное это бульон из утки. Воды литр, литр, литр. А бульон из утки, подожди, у меня же есть бульон из утки. Только вспомните вы, где он находится. А я же его вылил, а я же его перепутал, да? Или вот это вот. Из чего бульон из утки делается? Из вот этой, всей вот этой хрени, нет? Репчатый лук, морковь, да, 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 да. У меня все есть. Какой гость? Пусть уходит. Минута, гость уйдет. Да пошли вы все в жопу. Гость уйдет, ты ж какой, блядь, гость. Гость не получил свое блюдо? Да не пошел бы ты. Вовремя решил уйти. Не сомневаюсь, он оставит в соцсетях какой-нибудь гадкий отзыв. И о ресторан заслужит дурную славу. Иногда лучше подать хоть какое-то блюдо, пусть даже некачественное, чем совсем оставить человека без еды. Да пошел ты в жопу. Я считаю, что лучше бы ты там помолчал. Зато у меня есть лосось для другого гостя. Придется споржу выбросить. Вот это нехорошо получается. Ладно, это попозже. Это подождет. Вот бульон из утки. Давай бульон из утки сделаем. Бульон из утки можно подать сразу же. Тут-то в целом-то его не так сложно сделать. Здесь сколько нужно? 300 миллилитров самого бульона, да? 300 миллилитров самого бульона. Это вот это вот каши. Вот в эту тарелку раз. Вот в эту тарелку два. Сколько там жарить осталось лосося? Недолго. И пойду брошу. Так, сейчас. Да, жарится лосось. А то же ведь как-то нехорошо получится, если он еще и сгорит. А то там человек ждет все-таки. Почему нельзя выключить? А он бы дошел сам здесь, на этой сковородке. Но было бы гораздо лучше, что ли. Готово дело. Беру тазик с уткой, с этой. И иду. Это ж утка. Утка же. Да, а, это ветчина. Какая ветчина, подожди. Какая ветчина-то? Утка мне нужна. Утиная грудка. По 35 грамм. Сколько надо грудки? 140. 35, 140. Это 3, 4. 4 штуки. 4 штуки. Да, 4. Да, 4 штуки. Получается, раз. Два. Ну, пусть будет 3. Ну, и в целом, наверное, вот этот четвертый пусть будет. Пластиковую миску вот сюда положу опять. В уголок куда-нибудь, чтобы она мне не мешала. Возьму тарелку с супом и пойду. А ее погреть же ж надо было жну-жну-ж. Додумался тоже, ну. Ума-то нет? Тихо. Не буянь. Пусть греется. Сколько там осталось еще супа этого? Две с половиной минуты. О, это много. Это хорошо. Так, выключают всю ерунду. Стейк с лосо. Ёп, твою мать. 45 секунд. 45 секунд с каждой стороны. 45, 45, полторы минуты. А, картофель фри. Ой, господи, как долго это все делается. Хотя, в целом-то нет, недолго. Че ж тут долго-то? Че там со стейком лосось-то? А, он ждет. Он ждет, но мне все равно нужно освободить тарелку. Так, че я жду? Я жду, когда согреется вот этот суп. Суп согреется. Наверное, согрелся. Беру поварешку. Беру супца немножко. Наливаю. Ну, а то скажут, что вообще уж холодный наливают. Совсем обалдели в этом заведении. Сначала не приносят, потом холодный наливают. Вообще, кто там смотрит за этим заведением? А я скажу, я смотрю. Я смотрю. Че скажешь? Так. Тут ничем не нужно, да? Не, ничем не нужно. Хорошо. Пойдем. Пойдем отдадим этот супчик. Бульон из утки. И пойдем делать стейк. Ну, 4,5 звездочки. Ладно. Ну, что ж. Ну, невкусно, скорее всего, потому что холодное. А, слишком много репчатого лука. И много морковки. Количество продуктов неправильно. Слишком холодная утка. Да пошли вы все нафиг. Ладно. Хорошо. Ну, уже хорошо, хоть отдали ему. Беру стейк. Стейк вот оно. Беру стейк, беру вот сюда вот кладу. Сразу же. Чтобы потом не мучиться. Так, беру стейк, стейк, стейк. Две минуты, это его осталось? Да, охренеть. Беру, значит, стейк, соль, 4. И черного перца, 4. Соль, 4. Черный перец, 4. Где соль? Соль, 4. А, нет, не та соль. Выбросить ее надо. Чтобы она меня не отвлекала здесь. Соль, 4. Соль, 4. Хорошо. Черный перец, 4. 4, 4, 4, 4 черного перца. Вот он. Угу. И жарься. Поскольку там по 90 секунд, по-моему. Или поскольку по 45 секунд с каждой стороны. Так, на 40 секунд завожу будильник. Хорошо. И вот это дело, блин. Это дело нужно переложить на другую тарелочку. На вот эту тарелочку. И что там? Там лимон нужен же. Нет, а там нужна картошка твою налево. Это картошка, картошка. Это же елки-палки, картошка. Тут есть спаржа, но спаржа нам не нужна. Выливаем всю эту бодягу. Наливаем литр воды. 20 грамм соли, 2 картошки. Хорошо. 20 грамм соли. 20 грамм соли не успею, да, насыпь? Никак. Да что ты будешь делать? Ну, поторопитесь, я поторапливаюсь. Так, и, ой, и здесь тоже на 40 секунд. Пускай стоит. Что мне надо было сделать? Картошку, 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 картошку. Нужно было бы пожарить, пожарить. Две картошки беру и режу их, короче. Ага, понятно, все ясно. Беру. Сначала надо посолить. Две картошки. Две картошки надо посолить. Да какой все-то еще? Не все совсем. Шесть же грамм-то надо. Шесть было грамм-то? Шесть грамм, хорошо. Да возьмись ты, а. Так, сюда. Тут наливайся. Пока не поздно. Пока еще не поздно, блин. Все выключай, 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 выключай. Выключай, 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 выключай. Бегом. Выключайся ты тоже. Беру, значит... Как вы сверхурочные? Какие сверхурочные? О чем речь вообще? Беру все картошки. Насыпаю их в сеточку. Ну, тут уже торопиться нет смысла. Поэтому медленно, теперь размеренно все это делаем. Но не настолько же размеренно. Ну, давай-ка поторопись. И на 15 секунд это все дело включаю. А, на 30, на 30 секунд. Пойду включу будильник. И брошу вот сюда. Чтобы было ясно. Здесь вода. Кстати, вода какая? Насколько она соленая-то? А я не помню, насколько она соленая, прикинь. А где соль? А соль-то где? Вот она соль. Стоит она себе здесь. Хуже не будет. И две картошки сюда. Тоже две картошки. Ну, кто ж... Кто ж тебе сюда такую эту придумал? Так, там нужно выключать. Так, тебя тоже надо выключить. И положить на большую тарелку. Вот на настолько большую тарелку. Зато красиво все. Смотри, как красиво выглядит. Подрумянилось все. Красота же. Украшать веточку розмарина 10 грамм. 10 грамм это две штучки, если я не ошибаюсь, да? Да, две штучки. Зато пять звезд сейчас дадут. Пять звезд дадут. По времени, правда, немножко пролетел, но ничего страшного. Ну, по времени, да, явно пролетел. Общий счет зато 4 звезды. Ну, неплохо же. Плохая техника резки. Ну, это я знаю. Но это резать самостоятельно, это вообще издевательство. Так, что я там делаю? Картошку варю. А, кстати, одну картошку варю. Это молодец. Это я большой молодец, конечно. Одну картошку. Так, включаю. Насколько включать-то надо было? На шесть... На сто двадцать, на две минуты. Это тоже, что ли, просру сейчас? Серьезно? Да ты издеваешься. Филе лосося. Но филе лосося хороший. Хороший получился филе лосося. Давай, короче, за 10 секунд до конца заказа вытащу картошку эту всю из... Из кастрюли, чтобы потом не было просрочки. Лучше пусть не особо вкусный будет, но просрочки зато не будет. А то уж совсем, может, скажут. Совсем заведение какое-то... Плохое. Не делай это совсем. Так, а может быть, оно уже сварилось? Нет, не сварилось. Ладно, есть время пока еще убраться здесь. Хотя, что здесь убираться-то? Здесь и так красота. Красота неописуемая. Вытереть бы вот это все по-хорошему, да? Да ладно, да, и так сойдет. И так сойдет, скажи. Вот этого супа осталось не шута, поэтому надо выбросить. И взять по-хорошему, вот так поставить. Так, ну здесь уже... Здесь уже 25 секунд, короче. Вот еще 15 секунд пусть поварится. И чтобы просрочки, самое главное, не было. И будет вообще все отлично. Во, хорошо. Пошли. Пошли сдавать продукт. Нет сверхурочных, я вовремя сдаю. По вкусу даже, в принципе, сойдет. Жалобы гостей. Температура идеальна. Недостаточно подсолнечного масла. То есть, даже картошка хорошая была. Вот это я молодец. Вот это я вообще выдаю. Такие вообще выдаю вещи. Красота же. Давай, короче, убираться. Так, а что это за детальное управление такое, что оно не это? Сдвинуть по вертикали. Не понял, подожди. По какой вертикали я сдвигаю? Повернуть. Бросить. Бросить можно, а что остальное-то не работает. Я просто думал, что так будет гораздо лучше убираться. То есть, удобнее. То есть, когда вот так вот делаешь. А он так не делает. Он... И чё, и чё? Ну ладно. Что ж поделаешь? Ничего страшного. Ладненько. Выкидываем, короче, кастрюлю с водой. Вот эту вот здесь под картошки. И на этом заканчиваем. Потому что серия получилась дофига длинная. Хотя, хотя какая она длинная получилась. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующей серии. И пока. Спасибо. Спасибо.